Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Здравствуйте! Что значит быть хорошими родителями? Какие существуют правила воспитания детей? Как найти свой индивидуальный подход и научиться слушать своего ребенка? Вопросы воспитания детей обсудим сегодня с детским психологом Дарьей Неретиной. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Современные родители, они такие достаточно продвинутые в плане воспитания детей. Много читают литературы, смотрят всякие ролики в интернете, потом передают друг другу через чаты, через соцсети. Знают все, можно сказать одним словом. И если обобщить мнение психологов на этот счет, то они сводятся, мне кажется, к двум таким основным направлениям. Что если воспитывать ребенка в строгости и запретах, то вырастет такой безвольный человек, который не может принимать решения и отвечать за свои действия, за свою судьбу. С другой стороны, если позволять все, то вырастет избалованный и будет считать, что все ему должны. Где же та самая золотая середина, чтобы не было перекосов, и потом не думалось, что в детстве что-то недосмотрел? Здесь хочется немножко пошутить и сказать, что как бы ни старались родители, все равно детям будет что рассказать своему психотерапевту. И действительно, родители задаются такими вопросами, не разбаловываю ли я своего ребенка, они слишком ли я с ним строг, и они пытаются найти ответы и в литературе, и в кабинете у психологов. Но, к счастью, не существует каких-то универсальных инструкций. Когда ребенок рождается, к нему не прилагается та самая инструкция. И процесс родительства, он очень индивидуальный. Это уникальный творческий процесс взаимодействия ребенка и родителя. Поэтому можно выделить лишь какие-то общие рекомендации, которые, кстати, достаточно простые. Это не обещать того, что невозможно сделать родителям, не делать за ребенка того, что он в состоянии сделать сам, и быть последовательным в своих словах и действиях. Ну, давайте еще вот в начале программы ограничим возраст детей, о котором будем говорить. Мне кажется, потому что для каждой возрастной группы какие-то определенные правила. Ну, помимо вот этих вот общих рекомендаций, есть еще что-то вот такое более углубленное, да? Ну, вот какую категорию мы сегодня будем рассматривать? Сегодня в основном будем говорить про детей от 7 до 10-13 лет. То есть это младшие школьники и младшие подростки. Ну, то есть вот школьный такой период. Вот в этом периоде отношения родителей и детей должны строиться... Ну, говорят, опять же, психологи из популярной литературы и соцсети о том, что должна быть дружба между родителями и детьми на партнерстве, на таком равноправии. Так ли это? Или все-таки должна быть какая-то вертикаль? Кто-то заведомо более сильный, ну, это родители, соответственно, и более слабый, такая власть подчинения, грубо говоря. Некоторые родители действительно выбирают путь дружбы с детьми. Оно и понятно, что другу хочется рассказывать секреты, да, с другом весело проводить время. Но у такой стратегии есть подводные камни, ведь друг не имеет права вето, он не может что-то запретить или разрешить. Дружба – это все-таки партнерство, это отношения равных. Да, но родители и дети, они не равны априори, у них не равна ответственность, у них не равны обязанности. Вот, поэтому кто-то все-таки должен быть, кто прокладывает эту границу, можно и нельзя. Помните, как у Маяковского, да, в строчках «Кроха сын к отцу пришел» и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Так вот это вот разделение «хорошо» и «плохо» можно и нельзя. Это та граница, которая ребенку просто необходима. Ребенок не может жить без границы, пока сам он их не имеет. Поэтому они появляются только при помощи взрослого. Поэтому я бы не говорила все-таки, что родительско-детские отношения – это отношения партнерские, да, или там дружеские. Вот. А про власть и подчинение – это тоже, кажется, какой-то такой военный дискурс, да. Я бы все-таки называла это родительско-детские отношения. И что помогает их построить на доверии такие хорошие отношения, да, качественные? Это очерченные сферы ответственности. Например, родители с детьми, со школьниками могут обсудить те сферы ответственности, где ребенок может принимать решения самостоятельно. То есть это та сфера, где родители вообще не участвуют в выборе ребенка. Что это может быть? Это может быть, каким хобби занимается ребенок, каких друзей он выбирает, какой фильм он смотрит. То есть то, где родители вообще никак не участвуют. Как он организовывает свое пространство в комнате, если она у него есть. Или, может быть, это его там место, его письменный стол, вот его пространство, в которое родитель, ну, как-то не участвует в этом организации. Вот. Другая сфера, может быть, где родители и дети имеют равные голоса, где не могут обсуждать и спорить какие-то решения. Ну, например, в какую там секцию пойдет ребенок, да, где ребенок аргументирует что-то, ну, может с родителями поспорить. Вот. Как провести там выходные, как всей семьей, да. Вот. И есть сферы, которые все-таки остаются за родителями, где слово родители равнозначно закону. Это все то, что касается жизни, здоровья и безопасности детей. Как все в теории очень так ладно и складно звучит, но на деле как сделать так, чтобы все-таки действительно было такое разграничение? Как родителям перестать вмешиваться в ту сферу, которая остается у нас за ребенком? Ну, и как, собственно, родителям воздержать ребенка от того, чтобы он вмешивался в ту сферу, которая остается за родителем? Как реализовать вот это вот разграничение в реальной жизни? Казалось бы, действительно, рецепт простой, да, но сложно воплотимый в жизнь. Поэтому быть просто последовательным. И действительно, родителям нужно иногда ловить, где-то останавливать себя, да, где они вмешиваются в ту часть, где и без них ребенок прекрасно справляется. Где-то в зоне ответственности ребенка кажется, что с благими намерениями, да, все это происходит. Ну, как бы себя действительно ловить и ограничивать в этом месте. А еще вот такая рекомендация из интернета о том, что с ребенком надо разговаривать как с взрослым. Это же те же партнерские отношения. Все-таки взрослым нужно дружить со взрослыми, а детям с детьми. И разговаривать как с взрослым, с ребенком все-таки не стоит. Все-таки нужно быть выше него, чтобы он снизу вверх смотрел. Почему? Разговаривать как со взрослым, да, но не, наверное, посвящать какие-то свои проблемы. То есть как раз разделять, что ребенку нужно знать, да, о своем родителе, что он может сейчас правильно понять в этом возрасте, что ему по возрасту. То есть разговаривать, на самом деле, с ребенком не то, что как со взрослым, а согласно его возрасту. Понятно. То есть позиция взрослого и позиция ребенка, все это должно быть в семье. А как наладить отношения со своими детьми и сгладить эти острые углы, которые зачастую возникают? Ведь понятно, что те правила, которые устанавливают родители, они, ну, не всегда понятны ребенку, и часто воспринимаются в штыки, и начинаются какие-то, ну, протесты, может быть, склоки, скандалы. Как баланс соблюсти в отношениях? Детям непонятны правила, когда они четко не очерчены, когда они не проговорены, не установлены, да, либо в случае, если родитель говорит одно, что правило такое, но при этом сами их не выполняют. То есть тогда правила какие-то не для всей семьи вообще, да, а конкретно появляются для ребенка, причем в какой-то непредсказуемый момент, порой, когда родителям это удобно. Поэтому здесь тоже такой достаточно простой рецепт, что построить понятные, одинаковые для всех членов семьи правила. Их не должно быть много. Можно прям сесть в семействе, да, привлечь как раз ребенка школьного возраста, обсудить, какие правила, как-то их зафиксировать. И в моменте вот этого совместного творчества поговорить, а почему это важно именно для нашей семьи. Ну, например, если семья договаривается, что мы не врем друг другу, да, это правило, мы говорим правду в семье, то, с одной стороны, это правило, оно же про ограничения, а с другой стороны, это правило про ценности. Ведь если семья это договаривается, и, кстати, взрослые должны быть готовыми быть откровенными, да, с детьми, значит, для этой семьи это ценность, иметь то место в семье, где можно быть открытыми, честными. И как раз эти ценности ребёнок возьмёт и понесёт в свою дальнейшую жизнь. А как на практике это может происходить? Хватать за руку, говорить так, давай с тобой договоримся. Как я уже сказала, что можно прям все вместе вечером как-то сесть и сказать, что давайте зафиксируем, давайте придумаем правила. Важно услышать голос ребёнка, что ему может быть некомфортно, в какие моменты, как раз про вмешательство родителей, может быть, в какое-то личное пространство. И обсудить, как это будет происходить у нас. Но надо договариваться. Особенно с подростками. Особенно с подростками, да. Ну а если всё-таки позиция ребёнка такая, что никакие уговоры и договоры не действуют. Ну в том плане, что вот он стремится к одному, хочет одно, а родители понимают, что нет, нельзя. Я даже не знаю, что тут можно в пример привести. Там ночью гулять, пойти куда-то. Ночью гулять – это вопрос безопасности. Тогда здесь родители, его слово – закон. Это безопасность, это жизнь, здоровье. Тогда это не обсуждается. Это то правило, где, да, мы можем понять чувство ребёнка, что ему хочется разделить их, что обидно, да, жаль. Да, мне жаль, что нельзя, но это небезопасно. Я не могу это тебе разрешить. Но всё равно это протест, это конфликт. Возможно. Как поступать родителям в ситуации конфликта? Может быть, ну вот давайте вот два варианта рассмотрим. То есть две ситуации. Как сгладить уже вспыхнувший конфликт? И, ну, как поступать, чтобы избегать этих конфликтов? Зачем конфликт вообще избегать? Да, если обратиться к определению, конфликт – это от латинского спора, противоречия. Вот, и бывает ли такое, что в жизни абсолютно всегда мы сходимся во мнениях? Ну, хочется, чтобы их меньше было. Всё-таки это наши жизненные ресурсы, расшатывает нервную систему. Здесь, наверное, стоит обратиться вообще к пониманию конфликта, да, чего хотят дети. Дети, как правило, хотят гулять, общаться, отдыхать. И чего хотят родители? Хотят, чтобы дети их слушали или слушались, да, чтобы они были успешными, там, занятыми, заинтересованными. Вот, но, как правило, и те, и другие хотят одного – это счастье. Только разговаривают на разных языках. Был интересный эксперимент. Мы с коллегой проводили, когда спрашивали ребят в возрасте от 10 до 13 лет, почему с подростком трудно, почему частые конфликты в этом возрасте у детей с подростками, да, и чтобы они, ребята вот 10-13 лет, порекомендовали родителям делать. Вот, и очень интересно, как вот эти дети, говорили очень такие взрослые, очень, на мой взгляд, ценные вещи, они говорили предоставить ребёнку свободу. И не требовать от него объяснения своего поведения, ведь ребёнок порой сам не понимает, почему он это сделал. Мне кажется, это как вот в каком-то мультфильме или фильме был такой сюжет, да, когда детям давали волю, и они жили своей жизнью, но в итоге, в конечном итоге они всё равно возвращались к родителям, потому что эта демократия плохо заканчивалась, да. Как научить ребёнка делать выводы от разговоров с родителями после урегулирования этих конфликтов? Ну, важно, конечно, не пытаться в процессе, да, решить какую-то проблему, то есть когда конфликт только вспыхнул, важно всё-таки уделить внимание чувствам тоже, спросить у ребёнка, а что ты чувствовал, сказать какие-то свои ощущения, чувства, да, и потом уже после, спустя какое-то время, после вот этой ссоры, конфликта, выйти всё-таки в диалог, выйти в контакт, и ведь порой родители и дети не разговаривают по несколько дней после вот конфликтов, но вот это молчание, наказание, да, когда ребёнка просто игнорируют самый дорогой, самый близкий ему человек, оно никогда не помогает в установлении доверительных родительско-детских отношений, вот поэтому важно как раз после ссоры, ну, бывает, все мы люди, и бывает, что мы действительно что-то сгоряча сказали, да, или накричали, но важно, что потом, как всё-таки оставаясь в контакте, выйти в диалог и обсудить, а что случилось, почему это произошло, и как мы можем с тобой договориться, да, как мы будем выходить вместе из этой ситуации сложившейся, и действительно делать выводы, это то, чему нужно учиться и взрослым тоже, и детям. Кто должен делать первый шаг к примирению? Вот как раз ситуация про молчание, да, вы говорите? Да. Я всегда в таком случае родители спрашиваю, а сколько вы готовы ещё молчать? Вот вы молчите уже 4 дня, да, а сколько вы ещё готовы молчать, и для чего это нужно, что вы хотите показать тем самым ребёнку? Поэтому вопрос, кто должен, мне кажется, здесь уже не стоит главный вопрос, зачем это, зачем вам это молчание? Всё-таки родителям надо идти на этот шаг. Ну, мне кажется, родители просто уже больше какого-то жизненного опыта, да, и немножко они видят чуть дальше, и могут себе задать вопрос, зачем это молчание мне сейчас нужно? Родители все хотят видеть своих детей самостоятельными, да, но в то же время боятся отпускать, боятся давать эту самостоятельность. Ну, в общем-то, это и понятно, потому что столько всего подстерегает у нас на каждом шагу. Как сбалансировать вот это желание научить ребёнка быть самостоятельным и свой страх? Очень интересный вопрос, да, спасибо. Ну, хочется порассуждать сначала вообще, что несамостоятельный ребёнок, он очень удобный для родителей, он не делает каких-то действий, да, не реализует свои желания, он не знает, как, он сомневается, он спрашивает советы у родителей, и тогда у родителей создаётся такая иллюзия контроля. А, то есть на самом деле не все хотят, чтобы дети их были самостоятельными? Ну, наверное, подсознательно действительно не все, ведь это очень удобно, да, когда, ну, как вы уже сказали, что действует ребёнок по вашей инструкции. А это хорошо или плохо? Ну, какого мы хотим ребёнка, да, вырастить? Всё-таки того, кто зависим от нас будет, или тот, кто способен принимать самостоятельные решения и искать пути, да, решения этих, своего выбора. Вот, поэтому несамостоятельный ребёнок, он неудобный, он знает, чего хочет, он пытается каким-то способом достигнуть это, не всегда таким, как говорят ему родители, поэтому родителям с такими детьми бывает довольно непросто. Вот. Бывают ситуации, когда родители, бабушки, дедушки настолько окружают какой-то заботой, хотят помочь ребёнку, что делают за него те вещи, которые он вообще самостоятельно, ну, в состоянии сделать сам, что ему уже под силу. Поэтому всё-таки вот эта возможность для проявления самостоятельности, она появляется в семье. Поэтому родители предоставляют вот эту среду, эту возможность, чтобы ребёнок получал собственный, естественно, безопасный опыт. Вот. И, как уже сказал, важно не забывать, что ведь главная задача родительства – это подготовить ребёнка к жизни, где он спокойно будет обходиться без вас. А как научить ребёнка самостоятельности вот этой? Вот в каком возрасте надо начинать уже отпускать, давать какие-то вот именно задания, поручения, не знаю, сходить в магазин, там что-то купить, или в школу можно отпустить одного, отдать ключи от квартиры, чтобы он сам мог возвращаться, обедать, ну, и там, учить уроки. Как правило, дети подают сигналы. Вот, например, ни с того ни с сего, да, ребёнок начинает проситься, там, самостоятельно пойти погулять. Вот. Важно прислушиваться к этим сигналам, лавливать их, поддерживать эту инициативу. Ну, естественно, перед этим научив безопасности, да, и дав какие-то инструменты, как можно, как это можно это сделать. Вот. Ещё родители часто путают ответственность и самостоятельность с послушанием. Ведь если ребёнок выполняет что-то под ваши чуткие инструкции, вот, то это ещё не значит, что он самостоятельный. Это ещё не ответственность и несамостоятельность. Это значит, что он исполнительный. А вот как раз самостоятельность – это возможность сделать что-то без постороннего вмешательства. Как понять, что ребёнок тебя понял? Вот вы сказали, что объяснить меры безопасности, всё рассказать, показать. Как понять, что действительно он тебя слушает, слышит, и как доверить родителям вот эту самостоятельность ребёнку? Ну, наверное, только путём проб. Потихоньку отпуская, да, не сразу. Помните, как раньше плавать учили, да, как-то сразу в озеро кинули. Вот, и кто-то выпал, а кто-то потом воды боялся, да, всю жизнь. Вот, а постепенно как раз отпуская. Это тоже в голове надо как-то уложить, да, родителям? Это вопрос уже к родителям, да. Это, наверное, не про учить ребёнка свободе, да, а учиться родителям эту свободу детей не ограничивать там, где это не нужно. Хорошо. Следующий такой блок, который мне хотелось бы обсудить с вами, это эмоции родителей, которые очень часто... Ну, это и родители, и воспитатели, и учителей в школе. Очень часто же возникают какие-то ситуации, когда, ну, вот уже через край, может быть, даже взрослый не хочет, чтобы эти эмоции выходили, но ребёнок становится свидетелем таких вот ситуаций. насколько это плохо, насколько это воздействует, может быть, на ребёнка, и, ну, какое влияние в целом это оказывает? Эмоции действительно захлёстывают и взрослых, и детей, и это нормально, это очень про жизнь, ведь все мы люди, и полностью контролировать всегда эмоции просто невозможно. Но важно с ребёнком проговаривать, учить вообще определять свои эмоции, сначала свои, да, помогая, каким образом это можно сделать. Можно спросить у ребёнка, что ты там сейчас чувствуешь, да, или ты сейчас расстроен, или на твоём месте я бы сейчас там разозлился, то есть предполагая его какие-то эмоции, проговаривать взрослым свои эмоции, что он сейчас чувствует. И так постепенно ребёнок вообще знакомится с миром эмоций, видит, что они проявляются по-разному у разных людей. И понимая тогда, что с ним происходит, понимая, что уже такая ситуация, когда ты была, он вспоминает это, он уже учится их как-то проживать и может влиять на своё состояние. Вот, например, в детских группах психологических, которых мы тоже проводим, мы с ребятами очень большое внимание уделяем как раз миру эмоций и всегда спрашиваем у ребят, а как можно себе помочь, вот когда ты очень сильно разозлилась, да, ведь злость — это энергия, её нужно куда-то выпустить, очень часто хочется кого-то ударить, но важно разделять. Нет плохих эмоций. И злость, и страх, они зачем-то нам нужны, да, нет негативных эмоций, но есть плохие поступки. И как тогда разделять, что если ты злишься, как эту злость прожить и выразить, не причинив вреда окружающим, не причинив вреда себе? И, кстати, ребята предлагают очень интересные способы, там, и, там, выпинать воздух, порвать бумагу, и, там, попрыгать на пятках, ну, там, у каждого своё что-то, да. Вот, и ребёнок учится выдерживать свои вот эти яркие эмоции, и уже находясь с человеком, у которого очень ярко проявляется что-то, да, он выдерживает это состояние, он понимает, что с ним происходит, с этим человеком. То есть это на самом деле даже хорошо, не надо себя сдерживаться, если, находясь, там, рядом с ребёнком, вдруг эмоционировать, не знаю, есть такое слово? Ну, наверное, всё-таки постоянно, да, на максимальных полях находиться не нужно, вот, но, как можно сказать, мы все мы люди. Так бывает, иногда действительно происходит что-то, что мы просто быстро не в силах с собой совладать, и это ничего страшного, что так произошло. Так вообще развивается у ребёнка эмоциональный интеллект. Если бы родитель всегда ходил в какой-то нейтральный, да, там, с нейтральным лицом, не проявляя эмоции, мог бы ребёнок вообще познакомиться с миром эмоций? Нет, конечно. А получается, главное правило – это всё проговаривать. Говорить, что с вами происходит, говорить про чувства, и помогать ребёнку понять, а что с ним в этот момент происходило, да, когда там мама кричала, что он испытывал. И, как уже сказала, разделять всё-таки вот действия, поступки и эмоции. Ведь очень часто даже взрослые думают, что там злиться – это плохо, да, но злость и агрессия, она нам тоже зачем-то нужна, она тоже ведь нам помогает. Так же, как и страх. Страх тоже – это очень важные эмоции. И грусть. Грусти тоже иногда полезно, да, если бы не было грусти, мы бы не испытывали радости. Поэтому нет плохих эмоций, но всё-таки плохие поступки есть. И вот это нужно разделять. Сейчас тоже вот такое достаточно популярное направление в психологии. Раньше, мне кажется, про это не говорили, что именно надо учиться своим эмоциям. Вот вы сейчас говорите, тоже в литературе везде, на каждом углу про это говорят. И, как мне кажется, современных детей как раз вот этому учат, распознавать свои эмоции. Значит ли это, что в будущем они будут более, не знаю, счастливые, что ли? Ну, можно предположить, что в будущем им будет легче как-то выстраивать коммуникации, да, встречаясь вот как раз этими проявлениями эмоций разных людей. Они уже будут понимать, что происходит с человеком, ну, и как-то вот выдерживать это состояние. Хорошо. А почему дети начинают обманывать? Они боятся родительского гнева или что? В какой момент вообще это происходит? Почему? Ну, наверное, одна из причин. Здесь есть страх, причем страх последствий. И последствия ведь это не всегда про наказание там в виде лишения чего-то, да. Ведь последствием может быть и разочарование родителей. И действительно дети порой боятся разочаровать, не хотят разочаровывать родителей. Также здесь можно подумать про какой-то образ себя, ведь порой и самому себе в чем-то признаться очень непросто, да. Тогда ребенок потеряет этот образ свой, может быть, свой какой-то идеальный. Вот. И часто обман может быть связан с большим количеством запретов, ограничений у ребенка, когда у него просто нет возможности реализовать желаемое, и тогда он идет вот на такую хитрость. Тогда здесь стоит задаться вопросом, а слышит ли ребенка в семье, есть ли у него возможность реализовать свои желания, свои потребности, может быть, ли он там услышанным. Тут тоже такой интересный момент, что родители очень много внимания обращают, если ребенок соврал, да, но при этом не обращают внимания, если он сказал правду. Это тоже важно поощрять, ведь у ребенка был выбор. В какой-то непростой ситуации он же мог соврать, но почему-то он сказал вам правду. Вот как бы делать акцент вот на этой стороне, то, что ребенок не всегда врет, он ведь и говорит тоже правду. Вот. Также, мне кажется, важно говорить ребенку, что семья – это то место, где очень близкие доверительные отношения, то место, где можно не врать, как раз то место, где можно быть собой, ведь доверительные отношения для этого и нужны. Вот. И родители любят ребенка, независимо от того, совершил ли он хороший поступок или плохой поступок, они любят его априори. Вот. Это не значит, что они не будут расстроенными, да, но любовь, она от этого никуда не уйдет, и вот важно как-то донести это до ребенка, что можно не врать, если он будет любим. А если произошла уже такая ситуация, надо ли за это как-то наказывать? Какие-то санкции должны быть вот именно за обман? Мне кажется, важно здесь понять причину, почему так произошло, и сделать выводы. Ведь, как мы говорим, что это порой такая адаптивная стратегия ребенка, да, к ситуации в семье. Тогда стоит ли наказывать ребенка за то, что родители где-то, может быть, не слышат потребности, да, ребенка. Поэтому здесь все-таки важна причина, почему так произошло. В привычку, чтобы не вошло. Это важно проговорить, уже будут ли санкции или нет, здесь решает каждый родитель сам, но важно, по крайней мере, проговорить, да, что, почему так получилось, ну, разобраться с причиной. Хотелось бы еще затронуть тему гаджетов все-таки, как говорят психологи, что современные дети уже рождаются с телефоном, с планшетом в руках, но в то же время они любят говорить на это, а кто им впервые этот планшет и телефон дал в руки, да? То есть все-таки не рождаются. Все-таки да, все-таки не рождается, все-таки кто-то, ну, как правило, родители, там, взрослые приучают к этому. Что думают психологи об этом, хорошо это или плохо? Все-таки, мне кажется, современная та же самая мультипликация, она такая, ну, тоже продвинутая, и там те же самые мультики могут даже порой объяснить и показать что-то, ну, даже, может быть, лучше, чем взрослые. Вот это действительно очень часто задаваемый вопрос родителями. Родителями еще иногда задают вопрос, с какого возраста, да, можно, там, давать гаджеты. Вот мое мнение по поводу возраста, чем позже, тем лучше, потому что ребенок, там, двух, пяти, да, шести, да, даже, в принципе, семи лет, он особо не нуждается в гаджетах, в гаджетах нуждаются родители, чтобы как-то быстро занять ребенка, когда нет сил, да, нужно, там, отвлечь чем-то и в это время сделать свои дела. Вот, поэтому, чем позже, тем лучше. Если у родителей возникает проблема уже с ребенком младшего возраста, что он часто, да, использует гаджеты, тянется к ним, то здесь все-таки родителям придется пересмотреть свое отношение к гаджетам, ведь ребенок зеркалит поведение, он стремится во всем быть похожим на маму или на папу, а если родители держат эту интересную штуку в руках, не выпускают, то, значит, мне, как ребенку, она тоже очень нужна, вот. Полностью оградить детей от гаджетов, конечно, не получится, когда он выходит в социум ребенка, он все равно имеет к ним доступ, то есть в школе он там через одноклассников все равно с этими гаджетами познакомится, поэтому важно легализовать это время на гаджеты, и действительно там можно что-то познавательное смотреть, да, какие-то мультфильмы, поэтому оговорить время, у современных школьников, кстати, не так много свободного времени, ведь они приходят достаточно поздно домой после всех дополнительных кружков, после всех секций, вот, поэтому прям ввести это как легальное время на гаджеты, пускай это будет, не знаю, каждый день или не каждый день, там, 20-40 минут, это уже родитель сам определяет, вот, когда у ребенка есть эта возможность. По поводу влияния гаджетов на развитие детей, да, это такой очень интересный вопрос, и он до сих пор остается открытым, потому что одно время говорили про клиповое внимание, да, что дети, которые долго проводят время с гаджетами, они там не способны удерживать внимание, концентрацию, но на самом деле до сих пор ведутся споры по этому вопросу, нет однозначного ответа, и гаджет это явление такое относительно молодое, поэтому я думаю, что через какое-то время все-таки будет больше информации, больше исследований, посвященных этой теме. Но я бы хотела все-таки затронуть такой вопрос, что с появлением гаджетов, к сожалению, время на них стало выделяться в ущерб совместному времени родителей и детей. То есть если раньше перед сном сказку читала мама, там, папа или бабушка, да, то теперь это делает умная колонка. Вот, если раньше много, там, играли, или родители привлекали в совместную деятельность, ну, какой-то по дому дела детей, то сейчас ребенок в то время, когда родители выполняют какие-то обязанности по дому, он там сидит с гаджетом. И вот этого совместного времени сейчас действительно становится очень мало. Вот, и дети порой из-за этого, из-за вот этого потери контакта и предпочитают виртуальную жизнь, реальную, да, когда родители сами не могут обеспечить этого контакта, ну, по какой-то причине, там, усталости после работы. Вот, поэтому здесь очень важно следить, не все ли интересы ребенка, да, сосредоточены в этой виртуальной жизни. Вот, уже говоря про вот подростковый возраст, детям становится очень важно общение со сверстниками, и они порой предпочитают виртуальное общение, потому что оно более дистантное, оно какое-то более безопасное, чем живое общение. Вот, и вот на наших группах подростки, я вижу, что они хотят общаться, вот, просто у них порой нет каких-то навыков вот этого живого общения, которое возможно получить, например, на психологической группе. Поэтому они хотят общаться, но порой боятся или думают, что просто не умеют. Спасибо большое, Дарья. Ну, главное во всем баланс сохранять, да, и меру. Да, и это уже такой очень творческий путь нахождения этого баланса родительства. Спасибо. На тему воспитания можно говорить бесконечно, вопросов становится все больше. Мы обязательно вернемся к теме в наших следующих выпусках, разберем какие-то, может быть, отдельные аспекты. В гостях у нас была Дарья Неретина, детский психолог. Это была программа «Разговор по душам». До свидания, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова